Попытайтесь понять, что просто наедине со своим организмом счастье не построишь. Человек должен аскезы также совершать в отношениях с людьми. Это аскеза, понимаете, это аскеза. Только может быть несколько лет Бог вам даст возможность наслаждаться друг другом без напряжения, а потом вам делать счастливым друг друга придется заставлять себя. И большинство людей не понимают этого, они говорят, зачем мне с этим человеком жить, если я от него счастье не испытываю. Понимаете, то есть я все равно счастье на свое на первое место ставлю. Сначала мне хорошо должно быть, а потом я тебе уже что хочешь сделаю. Надо сначала что хочешь сделать, а потом тебе станет хорошо через благодарность от этого человека в сердце. Вот как надо жить. Это аскеза, аскеза. Но мало кто готов к этой аскезе из людей. Просто делать людей счастливыми. Я когда захожу в этот жал, я ничего не жду. Некоторые люди первый раз на лекцию приходят и смотрят на меня с подозрением. Особенно если жена привела. Что за козел такой? Непонятно. И так как я с залом же совсем контактирую, это для меня аскеза такому человеку лекции читать. Но я читаю, и он становится счастливым со временем, благодарным. Я бы мог сказать, выведите этого человека из зала. Я хочу всем остальным только читать лекцию. Но я так не делаю, потому что человек пришел, и я должен ему служить. Я знаю, что придет время, он станет счастлив. Я знаю это, у меня есть вера. Точно так же надо верить в своего близкого человека. Какую бы он морду ни скорчил. Потому что все его морды – это ваша судьба. Принимайте это так. Он скорчит для вас специально, чтобы вы видели, какая у вас прошлая жизнь была. Что вы там вытворяли. Покроется небо пылинками звезд, И выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Мой эхо, мой эхо, Мой долгое эхо друг друга. Поймите, это результат. Это не то, что так должно быть априори. Это результат. Вот когда вы сердцем пробиваете судьбу, вы молитесь за отношения, вы как бы хотите, чтобы все нормально было, вы как бы человеку прощаете, просите прощения. Если на сердце осадочек есть какой-то, осадочек есть, надо пробивать его молитвой. Не надо думать, мы не можем быть вместе, потому что осадочек на сердце. Осадочек, потому что судьба начала действовать. Решили жениться, судьба начала действовать. Осадочек сразу появился, потому что вы в прошлой жизни жестко себя вели в мужском теле с женщинами, получили такого мужика. Все, вы решили, я за него жениться хочу. Замечательно, начинает действовать судьба. Она говорит, вот, получи то, что тебе положено, распишись. Ой, не, 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 я не хочу. Замечательно. Надо сердцем пробивать. Не то, что вы должны вот так, мы эхо, мы долго эхо друг к другу. Будете со временем, когда судьбу победите, будете эхом. А сейчас пока надо молиться и в молитве побеждать судьбу. Вот я даже вам сейчас об этом говорю, ему спокойнее становится. Вот сейчас прям. Его расслабляет. Спокойнее становится, потому что вы настраиваетесь правильно. На аскезу, а не на то, что мне вот я хочу счастливой жизни. Дайте мне мужика, который мне только счастье принесет. Таких здесь нету. Потому что вы решили жить совместной жизнью? Все, он будет вас мучить. Не желая того, он не хочет. Он не хочет, он неосознанно это делает. Он не понимает. Когда человек начинает действовать по нашей судьбе, у него даже понятия нет, что он меня мучает. Мне жена разок говорит, это что, я тебя мучаю в жизни? Я говорю, нет, нет, конечно нет. Ага. Но ты в лекциях рассказываешь, что тебе тяжело. Не тяжело от моей судьбы. Я там набедокурил, теперь жена напрягает, потому что мне положено. Но я-то это знаю, а вы нет. Вот в чем проблема. В этом разница вся. Но вы должны от меня узнать тоже. То есть мы ставим цель. Мы должны стать эхом. Если чувствуете, что нет гармонии, нет глубины в отношениях, вы друг друга не понимаете, поговорить не о чем вместе. Есть о чем работать, сердцем. Значит, ваши сердца не очищены. Молитвы в жизни не хватает. Диагноз, кому молитвы в жизни не хватает? Поговорить не о чем? Молитвы не хватает в жизни. Надо, чтобы было о чем поговорить. Надо, чтобы сердца были гармоничными, чтобы можно было почувствовать сердцем человека, простить, попросить прощения. Нужно очищать сердце каждый день. Как зубы чистим, надо сердце очищать в отношении. Отношения в сердце находятся. Говорит, я с ним не могу поговорить, потому что загрязнилось сердце, все, нет контакта. Так надо очищать. Это в молитве происходит. Мы даже в своей себе не можем счастливыми сделать молитвы. Не то, чтобы близкого человека. Надо учиться молитве, слушать голос тех, кто молится, и входить в это молитвенное настроение. Разум свой делать сильным. И в молитве наполнять сначала свое сердце, потом почувствовать, что я могу нормально разговаривать с близким человеком, а потом чувствовать, что его сердце открылось для меня. И между нами появилась связь вот эта вот сильная, радостная. Я, когда глаза закрываю, вспоминаю близкого человека. Если чувствую, что-то мне не хочется вспоминать, значит, связь плохая. Если закрываю глаза, чувствую, что-то вообще не помню, значит, вообще забилось. И закрываю глаза, светлая память о человеке. Спасибо тебе. Значит, сильная связь. Дотронуться сердцем не трудно. А вам трудно или нет? Трудно. Значит, трудитесь. Трудно означает, связь плохая. Надо просто сотрудиться сердцем, чтобы не трудно стало. У кого из вас так было? Вот молились, молились, раз по отношению к близкому человеку такое светлое чувство, легко с ним общаться. И подходите, и правда легко. У кого такое было в жизни? Вот все. Вот. Вот. Продолжайте. Вы все знаете, как-то вы научились. Вот каждый день, чтобы так было, или хотя бы раз в месяц. Тогда вот такая жизнь у вас будет классная. И так далее. И так далее. Продолжение следует...